Всем привет, друзья! Сегодня обсуждаем с вами Casio Edifice ACB900. Это крайняя модель в направлении ACB, эдакий автомобильный, автоспортивный аксессуар, помощник. Во всем, друзья, начиная с дизайна, все дышит автомобильной тематикой, так и в начинке. Все этому способствует. Вот так он выглядит. Должен сказать спасибо компании Секунда за предоставленный образец для обзора. Это официальный представитель компании Casio в Украине. Друзья, ACB900. По коробке уже видно, что не базовая модель, потому что в стандарте у них несколько другие, более бюджетные коробки. Тут такая посерьезнее, там подушечка. Кучу макулатуры накидали. Но среди всего прочего самое главное это то, что часы оборудованы Bluetooth и сопрягаются со смартфоном посредством приложения Edifice Connected. Я думаю, что если вы уже дошли до просторов YouTube, скачать программу с App Store или Google Play не составит труда. В принципе, сконнектить там тем более все очень просто благодаря одной вот кнопке с рисунком Bluetooth. Так что по приложению останавливаться не буду, но поговорим о часах. И остальная макулатура уже не имеет значения. Вот так выглядит ACB900. Друзья, немаленькие часы, надо сказать. В принципе, как и большинство верхнего диапазона ценового у коллекции Edifice, это 51,5 мм по высоте. Это 48 мм ширина. И в толщину это, друзья, 13,9 мм. Правда, визуально толщина кажется несколько больше за счет безеля. Вот обратите внимание на... Во-первых, он как столб торчит над основным корпусом. Во-вторых, он ионно выкрашен в синий цвет. Только это не совсем синий. Это некий градиентный такой неоднородный оттенок. Очень приятный, кстати, цвет. Мне вот что-то понравился. Выбитая на него... На нем, вернее, тахиметрическая шкала. Что, кстати, кажется несколько непонятным в данном случае. Ведь тут есть спидометр. Ну, если так, в кавычках. Но, тем не менее, это циферблат на 4 часах. Он позволяет измерить среднюю скорость как круга автомобильных гонок, которые здесь забиты в памяти, так и, в принципе, дистанции. Но тогда зачем тахиметрическую шкалу наносить на безель? Ведь она тоже предназначена для того, чтобы измерить среднюю скорость прохождения дистанции. Но, тем не менее. По поводу материалов. Стальной корпус. Стальной браслет. Браслет на двух нажимных кнопках. Браслет, друзья, штампованный. Штампованная застежка. Все хорошо сделано, но, тем не менее, штампованная. Сатинированная сама застежка. Имеется выбитые символы субколлекции Edifice. Ну и, собственно, сама надпись Edifice. Корпус с герметичностью в 100 метров. Циферблат прикрывается сапфировым... Хотелось бы сказать сапфировым. Нет, друзья, минеральным стеклом. Правда, есть версия данных часов с сапфировым стеклом в полностью черном цвете. Но, в данном случае, это базовая версия с минеральным стеклом. Так-то, хотя, на самом деле, сапфир сюда как-то вот лучше бы подходил, мне кажется, да? Для статуса модели ACB900, которая является, ну, на сегодняшний момент крайней. Однако, другой функционал здесь довольно богат. Это солнечная батарея, интегрированная в циферблат, заряжает часы от любого источника света. Это круто, это нужно на сегодняшний день не заморачиваться с заменой батареек. Это Bluetooth для сопряжения со смартфоном, а значит, что у вас постоянно точнейшее время. И это полный набор электронных функций, включающий в себя, друзья, продвинутый секундомер с одной тысячной долей секунды. Все это потому, что часы заточены под автоспорт, а в автоспорте имеет значение каждая частица секунды. И в данном случае это именно так. Это, давайте-ка мы его остановим. Это запись кругов, дистанции в автоспорте. Очень замороченный секундомер, он еще и круговой, честно сказать, не сильно я разбирался в нем, потому что это, ну, это слишком нишево. Это для тех, кто ценится или вовлечен, в принципе, в автоспорт. Поэтому, так, базовый секундомер оценил, но вот круговой и еще и с дистанциями, которые забиты в память часов, я не разбирался, мне это не сильно интересно было. Это таймер, это будильник, у нас, как обычно, должно быть пять будильников и ежечасный сигнал. Это мировое время. Можем пролистать. Часовые зоны. Это что касается настроек самих часов, но в приложении 300 городов, поэтому, как бы, без проблем можно выбрать любой интересующий город. Вот. И это заново режим текущего времени, который отображает, как время, так можно выбрать календарь. Вверху, соответственно, день недели, в циферблате на девяти часах это календарь. Внизу на четырех часах это спидометр и это режимный, собственно, циферблат, то есть бегая по режимам, стрелка нам укажет, как видите, сейчас это таймер, будильник, мировое время и текущее время, соответственно. Кнопка сопряжения с блютусом выведена на правую грань и напоминает заводную головку, но нет, это именно кнопка, то есть нажав ее, удерживая на две секунды, мы просто сейчас просим часы сопрягнуться со смартфоном, если на смартфоне запущено это приложение. Edifice Connected. Ну, вернемся, пожалуй. Есть подсветка, друзья. Она вот так выглядит сейчас, а в полной темноте это вот так. Так, как видите, без проблем можно считать и, кроме этого, есть люм на стрелках. Лишь на стрелках, тем не менее, Neobright хороший, здесь мне он понравился. Давайте-ка прикину на свое запястье, гляньте, как это все выглядит на руке с охватом в 17 сантиметров. Вот такой внешний вид, максимум спортивный, максимум автомобильный, причем такой многослойный циферблат, глубокие метки. Вот такой реально спортивный характер у этих часов, бесспорно. Друзья, пишите ваше мнение в комментариях, уверен, у каждого оно свое. Кто не подписан, подписывайтесь, ваши лайки лепите и всем пока!